приветик всем снимаю видео косметички в марте как всегда мой неизменный сундучок и сначала начнем это сказать подведем итоги пошлых косметички я распробовала тушу от марк джейкобс у меня это мини версия сейчас я вам покажу эту щеточку так она выглядит обычная ворсовая щеточка немножко напоминающий такое как это сказать то растрепавшуюся восьмерку щетинки очень мягкие длинные тушь мне чем-то напомнила импакт от клиник но есть большая разница какой эффект от этой туши распахнутые верные пушистые ресницы так выглядит тушь импакт если наносить ее на базу от эвелин без база конечно все скромнее а здесь и без всякой базы вот получается такой эффект конечно если вы любите удлиненные идеально разделенные ресницы без всякой этой пушистости то это не ваш вариант то есть этот для тех кто любит эффект драма ну меня так создалось впечатление кроме того я целый месяц ей пользовалась я не заметила чтобы она как-то подсохла или что-то с ней такое стало поэтому я кладу и конечно следующую косметичку мне этот уж очень понравилось хотя пока я не могу себе ответить на вопрос готова ли я заплатить полную стоимость за эту тушь она помню стоит больше двух тысяч рублей пока этот вопрос остается открытым прошлой косметичке было много теней конечно я не успела всем воспользоваться например так и не дошла очередь до палетки слик шторм значит как-нибудь в другой раз попробовала я румяна от эвелин в оттенке какой оттенок 010 по моему 01 пионе и знаете пока я не могу сказать нравится мне это дело или не нравится во первых меня смущает то что они матовые во вторых оттенок вот почему-то он выглядит на камеру коралловым хотя на самом деле он розовый может быть так будет лучше ну да так лучше знаете я его наношу и мне это все напоминает естественный румянец или не румянец и наверное как это сказать то красный ну да пусто естественный румянец на им как с мороза но я почему-то не очень люблю такой эффект поэтому я им пока не поняла в общем оставлю я себя и эту штучку и или же избавлюсь от нее наверное надо будет еще положить какую-нибудь косметичку а так качество хорошее растушевываются они хорошо наносится хорошо все без проблем и не заметила ничего плохого за этим продуктом мне очень понравился оттенок вернее я уже с ним знакома оттенок 03 однушка от пупа и не знает какая-то по моему летняя коллекция была я распробовала вот этот вот оттенок на него смотришь вот если смотреть на него в живую он какой-то серебристый лиловый здесь он выглядит более красноватым каким то но когда наносишь на века он розовый очень красивый оттенок однушка будет моей любимицы совершенно точно в этот раз что я еще попробовала протестировала карандаши от стеллари у меня два оттенка оттенок 10 бишь и оттенок 05 латте латте на мой взгляд они очень твердые пока избавляться не буду еще подумаю ну твердовато они для меня я люблю карандаши помягче и я не могу сказать что я большой любитель карандашей но вот карандаши от ивен саму мне нравится больше чем вот отставай ну пока так вот в этот раз я прониклась любовью к румяном в оттенке плам роз от физишн с формула даже не знаю почему оказывается они такие красивые хотя вот сейчас я на них смотрю они почему-то кажется чуть ли не бронзером на самом деле они розовые в общем очень им не понравились конечно продолжим и пользоваться в какой-нибудь другой косметички что еще из опознанного это конечно продукт от нарс оттенок олимпия на тут видно олимпия это такая двушка для контурирования это такое все пыльное матовый продукт светлый и темный почему-то он выглядит на камеру рыжим на самом деле нет такой холодный достаточно оттенок в общем что меня поразило в этот раз я не могу сказать что я воспитала какой-то большой любовью к этому продукту использую по прямому назначению но мне почему-то понравилось наносить его в складку века для макияжа глаз то что у меня прошлом месяце были однушки и в общем я вот использовал в эту как осы оттенок как основу для макияжа мне очень понравилось в общем так понравилось что я даже не знаю не оставить ли на следующую косметичку этот продукт уж ну ладно я еще подумаю на эту тему уберу то что кладу из раза в раз это база по тени от арт-эко очень мне нравится полюбившийся мне карандаш для бровей от эвелин я его уже один раз даже затачивала корень какой-никакой расход пошел консилер от арифлейм линейка за вам самым светлым оттенком не давно закончился срок годности но он по-прежнему все также хорошие его хочу добить до конца поэтому кладу в косметичку миниатюрка крема пеп-старт от клиник это под глаза всегда крем какой-нибудь держу в косметичке потому что сначала наношу макияж на верхнее веко там крашу ресницы потом все вы умывая и нужно наносить опять перед консилером крем и вот для этой цели в данном случае от крем от клиник бесконечный каял от эссенс уже все буквы стерлись но он еще в работе однушка от эссенс в оттенке 0 9 так вот называется оттенок мужчина мне нравится кладу на всякий случай на самом деле потому что в принципе в палетках все есть но думаю вдруг пригодится мне очень нравится этот оттенок под бровь он кажется таким хоть бы перламутром на канала с кистью он очень легкий такой презентабельный в общем нравится карандашики брала эту целую толпу во первых это карандаш от эйвен космик браун темно-коричневый маленький карандаш от эссенс в оттенке 0 8 тези это такое он коричневый золотой его мозаик что же это какой-то фиолетом мерцающий фиолетовый старенький карандашик карандаши подобрала с учетом тех палеток которые вам покажу с учетом палеток которых отобрала в этот раз чуть позже на них найдет речь такой синенький каял от катрис давненько им не пользовалась хочу разобраться с карандашом от лимони в оттенке 21 какой-то такой серый я не знаю в общем надо подумать нужен он мне или же нет два карандаша от эвелин такой вот фиолетовый ему на автоматически по моему называется план а второй браун коричневый подводка ларты или ларты не знаю как правильно говорить в общем надо выяснить она вообще жива не засохла ли она все ли с ней в порядке и знаете я тут двигаюсь согласно своему бьюти плану который я озвучила в начале года есть видео бьюти цели 2021 сокращение количества косметики и я в общем-то начала всерьез задумываться о тех продуктах которые уходят мимо меня потому что я уделяем не уделяем должного внимания я говорю о гелевых карандашах которые засыхают и потом просто я вот уже вам показывала в косметической зачистке я выбрасывал потому что грифель весь высыхал я посмотрела свои запасы выяснила что у меня один гелевый карандаш остался красиво такую баклажанную оттенку вот и ваше и я хочу сделать упор на его использование общем перетаскивать его из косметичку из косметички в косметичку для того чтобы его использовать чтобы он не испортился праймер давненько я не пользовалась сербориан глоу крем не помню когда тональные основы буду разбираться я вот с этой вот вещью скин парадайз от лореаль есть у меня сомнения по поводу этого тонального средства на данном не или не надо поскольку я вот в себе силами сокращаю количество косметики то в общем надо будет в общем с ним разобраться вот попробую еще с праймером от эрбориан может быть как-то получше будет не очень мне нравится капризный тональный крем и и вот такой вот у меня средстве синик он глуо в светлом оттенке абсолютно новая дать она кладь надо будет попробовать что это такое может быть вам зря лежит и нужно будет его сказать отфотболить может быть и нет может быть станет любимцем что касается основных продуктов да вот вспомогательные кладу контур от деваж прозрачный написано транспарант давно он у меня появился даже не помню откуда но я помню так вы ни разу не использовала праймер от никс под помаду ну потому что помада будет которая требует праймеры и и давно у меня лежит карандаш я не знаю сколько ему лет карандаш от герлен ботинки сантал для губ и надо вот вообще с ним выяснить что мне вообще с ним делать или все-таки наконец настал момент и пришла пора от него избавиться вот займусь выяснением этих вопросов что касается самих продуктов которые я отобрала в этот раз их немного я вот смотрю даже мне кажется мало ну что есть то есть блеск для губ от буржуа оттенок какой 0 3 давно им не пользовалась наверное это такой как блеск помада что ли срок годности понятное дело не вечный и нужно пользоваться я уже говорила что в этом году у меня по моему придется избавиться от половины продукта для губ потому что там срок годности подходит поэтому надо уж попользоваться пока еще все в работе у меня лежат две помады которые я когда-то купила и так и ни разу не попользовалась это от помада от эстрады оттенок 210 софия в амстердаме такой вот оттенок темный изображу вот как-то так кладу в косметичку и второй оттенок кстати говоря по моему похожий это уже оттенок 216 софи в марселе какие-то странные названия ну да и оттенки похоже как это купила я не знаю но в любом случае буду выяснять что это такое что с этим делать лежит у меня новенький блеска от фаберли к артикул какой же артикул 4521 кладу буду разбираться если если понравится может быть закажу какой-нибудь еще оттенок хотя уже дала себе слово что я буду как это сказать осмотрительная покупки продуктов для губ поскольку выход так вагон и тележка палетка кажется который называется коллекция зодиак вот верен собой я покупала я покупала и она такая новенькая лежит как пальцами залезла сюда когда я показывала в покупках так в общем на то мы стоим буду пробовать смотреть что это такое что что мне с этим делать хайлайтер выбрала в этот раз вот секретейл от бель в оттенке 01 вот так он выглядит мне захотелось чего-нибудь розового он вроде бы розовый хотя так вроде не скажешь но он розовый румяна от буржуа в оттенке 33 листу лилосдор очень мне нравится эти румяна сейчас я открою такие почему-то на камеру все-то какое-то кирпичное они же розовые поверьте мне на слой я не знаю в чем дело это кстати новая шарманка на которой я снимаю да старая закончилась совсем да муж сказал что она не подлежит никакому как это сказать то апгрейду и в общем все что касается помад 30 450 оттенок это арифлейм вот такая вот розовенькая нежнятинка на камеру все цвета намного ярче и теплее выглядит на втором телефоне такого не было ну что делать хайлайтер кладу новенький от essence который недавно показывал в покупках он такой весь себя красивыми не терпится его попробовать очень красивый красивый какой-то необычный самобытный попробую с ним дружить очень давно я не пользовалась вот этой вот трешкой от слик это 700 37 372 номер fair такая вот трешка залезем сюда как-то так из этой трешки бронзер практически я никогда не использовала только румяна и хайлайтер и даже если я его так и не трону в этот раз то меня вполне устроит если я буду пользоваться вот этими двумя секторами не как бы этого достаточно потому что продукта классная и в доставал ее в последний раз нужно будет в общем нужна ротация продуктов чтобы ничего не лежало я обнаружил тут у себя помаду от стеллари это оттенок номер номер пять секси беж и почему-то она абсолютно новая вообще новая сейчас покажу вот эти не свочи не было бы вообще ничего я не знаю думаю как же так вроде бы номер 5 был куплен очень давно либо я покупала две помады и 2 куда-то делась осталось новое либо я так ее не попробовала в общем я кладу ее в косметичку этот 05 оттенок и буду уже разбираться новенький для меня продукт это румяна от нарс в оттенке deep рот не помню когда покупала сейчас заглушка на очень яркий на камеру мне кажется очень будет хорошо сочетаться с хайлайтером от essence с этим имбирным пряником ну посмотрим была моя давняя хотелка когда-то я просто мечтала об этом оттенке наконец у меня есть буду с ним дружить и выяснять отношения помада карандаш этот чабик от клиник в оттенке вот такой вот оттенок номер 14 розовенький надеюсь он пока еще жив помада в оттенке какой же оттенок 501 от armani вот в этой помаде нужен праймер который от них положила к ней нужен праймер праймер это барахло но не нравится мне как лежит не ахти вообще ни разу в общем кладу весна вроде как никак наступает мы будем на это надеяться румяна от мак вот так называются такие вот розовенькие весенние такая вот нежность очень нравится упаковка ну и остались палетки теней соскучилась я вот по этой палетке шедила эти вот забал тею открою давно купленная сто лет назад такие здесь оттенки очень красивые единственное что я вот есть какое замечание я даже запомнила это хотя пользовалась давно палеткой вот эти вот два потрясающих оттенка сейчас я их покажу которые такие все из себя блестящие все такое прочее даже здесь вот видно что это приглушенный вариант в общем когда наносишь их на веко на самом деле никаких блестелок нет и не знаю куда не пропадает исчезают испаряются но факт остается фактом пропадают в общем очень мне захотелось взять в этот раз вот эту вот палетку какая-то она такая вся из себя нейтральная повседневная на каждый день я думаю будет самое в этот раз появилось желание почему-то взять палетку от лорак про хотя недавно ее клала уже как это сказать то брала в какую-то косметичку но видать недостаточно было времени ей уделено не могу сказать что я как-то безумно ее люблю но палетка безусловно хорошая нельзя чтобы она простаивала поэтому вот кладу в косметичку будем с ней дружить общаться плотно март месяц большой целых тридцать один день кажется так что я говорю в общем вы поняли да забыла кисточка конечно моя любимая для метеоритов без нее никуда и тоже что-то внезапно проснулась любовь кладу опять не недавно вот брала уже в косметичку и хочу взять опять это naked 3 насмотрелась я каких-то видео вот с этой палеткой мне захотелось вот с ним работать в марте как-то так вот не знаю почему в общем кладу ну и конечно метеориты в этот раз это вот electric pearl не помню коллекция кого и чего какого сезона вот так выглядят шарики все как всегда ну вот вот в этот раз захотелось взять вот эту вот баночку такие вот они симпатяшки ну вот такая вот в этот раз получилась у меня косметичка в общем-то считаю ее достаточно такой скромный большие планы у меня на нее планирую хорошенько поработать над продуктами которые отобрала ну и уже конечно есть задумки по поводу того что же я все-таки положу в апрельскую косметичку надеюсь видео было интересным полезным и приятным всем большое спасибо всем пока-пока